Здравствуйте, дорогие друзья, гости! Очень рада приветствовать вас на канале Лохматая Душа. Друзья, сегодня расскажу очередную жестокую и равнодушную историю. Останавливаясь во время поездки, чтобы дать малышу, который начал нервничать и проситься, мужчина выпустил щенка, чтобы он мог сделать свои дела. И когда тот неожиданно рванул по разросыпи камней вверх, он пошел за ним. Он не ожидал, что навстречу его малышу вдруг выкатятся два маленьких худеньких малыша. Пустота, ничего близко нет, ни воды, ни крошки еды. Дети, забившиеся под камень, обрадовавшиеся сначала щенку, но увидев человека, вновь вернувшиеся под эти катет камень. Разумеется, бросить их здесь человек не мог, и он забрал малышей с собой. Поступили к нам на стационар щенята, их нашли за чертой города. Тургер кожи обоих сохранен, взяли кровь, поставили катетеры. Естественно, у нас все в блошиных какашках, в блохах. Конечно же, наверное, есть герлисты. Нужно будет в ближайшее время решать вопрос с обработками и с вакцинацией. По результатам общего анализа крови, небольшая анемия у щеночка, который покрупнее, вот этот светленький. Будет это отслеживаться в течение завтрашнего дня. Возможно, даже на фоне глистной инвазии такая патология. И начнем антибиотикотерапию. Сначала заехал домой, высадил своего ребенка и, найдя коробку, пересадил двух найденышей, а затем повез их в клинику. Я искренне всем сердцем благодарна Павлу и его семье за то, что он не прошел мимо, за то, что подобрал малышей, которых выбросили, именно выбросили на смерть, приговорив их без права на жизнь. Потому что там, где они были, куда их бросили, там не было ни малейшего шанса. Малышей ждала страшная, мучительная смерть от голода, от жажды. И, возможно, они стали бы добычей диких зверей. Малышей в клинике осмотрели, обработали, взяли анализы. И сегодня, ребята, мы забрали их из стационара. Малыши будут находиться в приюте, а мы всеми силами будем искать им дом. Пока дети у нас, я прошу вашей поддержки, друзья. Малыши не виноваты, что родились бездомными. Малыши не виноваты, что у какого-то урода поднялась рука, и он выбросил их на смерть. Виноваты мы, что терпим такое общество и не пытаемся совершенно его исправить. Я обращаюсь к вам, люди, быть равнодушным легко. Быть человеком трудно. И, тем не менее, именно это сохраняет нас человечность. Искра сознания, которая заставляет нас понимать, что этот мир принадлежит не только нам. И счастье заключается не только в бездушных тряпках и вещах. Счастье — это открыто улыбаться и радоваться каждому дню. Как бы трудно ни было, друзья, я желаю вам счастья. Когда они поступили, у них всё-таки были клещи, мы их сняли. По общему анализу крови у них, в принципе, всё хорошо. Обработали их стронхолдом. Повторная обработка, там всё будет написано. Мы через пускание, идентификация у них в норме. Ну, сами по себе они активны. Кушают, водичку пьют. Ну, всё будет в карточке расписано. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»